всем здорова немножко экспериментальное видео но все-таки давайте я сделаю обзор на мой аккаунт потому что я играю уже целый год в геншин и само собой все ютуберы которые играют геншин почему-то делают обзор через год игры на свой аккаунт либо при взятии 60 ранга давайте я не буду отставать почему бы и нет тем более я устроил опрос в telegram канале по ссылочке в описании да напоминает там приятная атмосфера уютное общение все так хорошо все прекрасно переходите туда залетайте и вы конечно же даже по моей просьбе голосовать нет вы проголосовали да и мне приходится делать этот обзор на аккаунт почему бы и нет так что давайте посмотрим чего я смог добиться за год игры в геншин когда же был у меня год игры тут можно немножко по-разному рассуждать потому что эмбер я-то получил 28 мая 22 года барбару 29 числа ну вот другой момент что следующий персонаж полученный мною был получен очень нескоро потому что в геншин поиграл я не так уж и много и забросил его я поиграл буквально несколько дней и забросил его до 19 октября просто я забросил его до 19 октября и первым персонажем которого я получил была сен лин совсем недавно был ровно год как я играю все-таки я считаю свой год именно от получения сен лин ибо ну те несколько дней брать совсем неправильно потому что там я достигну буквально 10 либо 12 ранга и аккаунт пересоздавать я не захотел я подумал а зачем да и тем более привязан к моей основной почте которая у меня привязана все и все игры в которые ели когда-либо играл но который возможно привязать гуглу и поэтому я в этом смысла не видел особого давайте-ка все-таки перейдем посмотрим у меня 58 ранг 252 тысячи опыта кстати да по персонажам персонажей у меня да конечно у меня не все персонажи давайте даже по наличию поставим само собой у меня нет последних персонажей которые были добавлены в игру не вилет по понятной причине по причине ху тау и сейчас мы конечно же ее посмотрим из четверок у меня нет трех персонажей венте я бы хотел но но нет там дальнейшем более интересные персонажи а венте просто для коллекции как и например тот же тарталья интересны в игре мне бы были конечно альбедо и нилу их я хочу в дальнейшем получить а из стандартных персонажей меня скамит тигнари дыхе дыхе я не особо хочу а вот за тигнари я бы с удовольствием поиграл ну а многие персонажи которые тут у меня не получены из пятизвездочных я каким-то образом играю на них на твинах да у меня практически все есть на каких нибудь твинах потому что на данный момент у меня два активных твин аккаунта и на них я прекрасно играю на том же линии и не вилете я понимаю что это прекрасные персонажи но на основе они бы у меня лежали просто мертвым грузом ведь в бездну у меня ходят две пачки но они чуть чуть попозже давайте посмотрим по инвентарю про оружие я немножечко позже скажу единственное могу сказать про небесный атлас мне его не на кого поставить и я не знаю зачем мне он мне он упал со стандарта а также со стандарта мне упала небесное величие и ему применение тоже найти невозможно потому что на дву руках я не играю от слова совсем по артефактам да вроде бы мало артефактов относительно то что вы видите 1146 это в основном вот это в основном вот этот вот бред мне просто не выпадают артефакты которые можно адекватно качать потому что сейчас у меня одевая всего несколько персонажей и им падает очень редко интересные артефакты ну и сложновато что-то найти хорошее по этой ерунде да у меня тут не то чтобы все сильно богато с боссов всего мало да я хожу три еженедельных босса в неделю не хожу я всех это мне не интересно мне интересно потратить ту же самую смолу в какие-нибудь данжена артефакты более интересно этих боссов ну само собой мне нет смысла бить книжек также не так много потому что все ушло в прокачку ну кроме некоторых которые просто у меня нет персонажей для них интересных мне как бы достаточно тут все скучно по еде также не очень интересно искушение адепта все никак не потрачу создал я его еще хрен знает когда но использую его только для поставления рекорда как и вот это вот все это было собрано еще в моменты когда я оформил оформил вы можете посмотреть как как всего было много лягушек 10 тысяч где-то тут еще были крабы 10000 мацутаки мясо птицы сруми 2 просто просто всего много да я до создания канала фармил это все про это хотел сделать как раз таки первый ролик его сделал а потом все пошло совсем не туда и сейчас на канале вы видите абсолютно не то что я хотел изначально записывать но возможно это и к лучшему по этому тоже тут ничего такого удивительного потому что играю всего лишь год и у восьмидесяти процентов игроков больше всего чем у меня тут само собой ничего интересного тут тоже все кулы собраны агаты все собраны это все собрано это мне просто некуда девать потому что фонтан сейчас максимального уровня который возможен 30 по моему ну и из чайника очень много всего что абсолютно бесполезно ну и давайте посмотрим моих персонажей пойдем понемножку вот так отряд у меня стоит потому что я качаю дружбу с вот этими персонажами и они просто стоят ну а это просто парочка великолепных персонажей хутал у меня вот такая с такими статами оружия не хома r2 и это просто моя любимка я просто готов ради нее на все даже собрал ей ведьму хотя ходила она у меня больше полугода full 7 navi потому что мне было жалко фармить ведьму потому что круче той 7 она бы было сложно выформить однако я понимаю что симонова мусорная немножечко по отношению с ведьмой вот такие вот артефакты ничего в принципе интересного тут и нет как бы все очень средненько таланты конечно же все на максимум ну и созвездие c6 ролик по поводу c6 вы можете найти у меня на канале там было конечно жестко немножко меня засками ли но кто меня засками мы конечно немножечко позже с вами увидим недавно выбил джун ли 46 тысяч хп ходит с черной кистью одет full инструктор тоже ничего интересного без созвездий конечно же только щит с короной синьянь просто персонаж бесполезный кандаки а также это очень интересный персонаж потому что выбил я его совершенно случайно причем на следующий день после выбивания случайно его сигны когда я крутил странника я хотел получить на странника себе сигну потому что брат покрутил этого великолепного скоромыша ему упала два в десятки я такой блин нет я тебе очень сильно завидую я выкручу себе сигну на странника вот моя сигна на странника собственно да и на следующий день случайно 20 какой-то либо 30 какой-то крутки мне прилетает это да конечно он лежит до сих пор у меня я на нем не играю но изредка когда играл он великолепен он шикарен мне очень жаль что сейчас видео немножко не мета было бы поинтересней но сейчас они слабоваты все таки по артефактам full кокон со статами не очень интересными очень интересными я бы сказал даже но возможно в дальнейшем я его соберу созвездий 0 таланты тоже особо не качаны просто пока что за ненадобности скоромыш 1099 причем я на нем не играю я буквально вот недавно ему прокачал до этого она была 888 по моему просто прокачал потому что были книжки и я такой да почему бы и нет вот такие статы на нем ходит с казиком r4 в артефактах просто в солянке какой-то вот просто что было то и поставил совсем не интересно ну и конечно же без созвездий выбивал я его я совсем по приколу просто такой да почему бы и нет он прикольно какая-то интересная механика тем более тогда я особо в геншине вообще не разбирался потому что пришел так сказать я на баннере альбедо и нилу и в первое время не то чтобы я хотел сильно разбираться или просто что-то играл играл поигрывал и тут вышел странник и такой да почему бы и нет почему бы и нет ну и выбил собственно и он очень хорошо помогает мне но не сказал бы что по сей день потому что сейчас я этим не занимаюсь но помогал фарме ресурсов в плане передвижения по миру очень удобный персонаж кадзуха кадзуху я выбил под хутао да я его выбил с такой мыслью собрал его вот так ну как бы по критам вообще ничего интересного восстанова мастерства практически 800 ходит он у меня с фавонием r5 по артефактам full изумрудная тень тоже ничего интересного буквально походил может быть недельку или две в изумрудную тень пофармил выфармил как бы меня все устраивает все прекрасно без созвездий таланты 8 9 10 ну как то как то так но этот персонаж конечно великолепен и он незаменим но про незаменимость давайте вот просто резко сюда да сейчас она без артефактов сейчас она вот просто вот что-то что-то это сейчас она c2 но выпала она мне очень-очень относительно недавно она за два месяца до выпадения казаха выпала и тогда я кайфовал до этого у меня не было ни стяжки ничего подобного и это просто было счастье когда она выпала со стандартного баннера но само собой при выбивании кадзухи он сменил ее и часть артефактов каких-то там забрал но все равно потом в итоге их скинул гань юй до выбил ее просто для коллекции потому что успел поиграть на ней над вине которого я сейчас уже забросил успел я там на ней вдоволь наиграться и мне она безумно нравится особенно внешне просто великолепная козочка выбил ее для коллекции просто чтобы было чтобы закрыть свой гештальт который вот я хочу ее вот она должна быть у меня ну я ее выбил артефакты просто сборка какая-то из остатков оружие но у коменс это это я покрутил сигну на елань ну артефакты как я и сказал просто просто какая-то солянка просто с какими-то там критами такими возможно интересными вот просто из-за того что она просто сидит поэтому да у нее даже вот так вот прокачанная руку ей не качал потому что просто я на ней не играя а если поставить ее просто пусть это девятки будут ешь культу проезжать почему бы и нет хотя куда я ее ставлю ее никуда не ставлю если какое-то очень странное видео пойти записать только ради этого а я к а я к также была выбита по приколу как и гань юй наверное тоже одета в абсолютно непонятно что он кто одевает ее в заблудши в метели и симонаву ну это же странно но так она у меня одета ходит с черным мечом р2 даже не докачанным потому что опять таки я на ней не играю она была у меня для исследования мира иногда поставлена 871 просто прекрасная девочка которая должна быть у меня в коллекции я такой да она должна быть и пусть будет я и мико была выбита в момент когда я ждал райден я очень хотел райден я такой ну наверное же они по сюжету связаны и они должны играться вместе правильно правильно что я сделал я выбил я и мико я проиграл не помню на ком кто-то мне испортил джин джин не испортила я и мико в итоге я немножечко денежку закинул потому что хотел я прям вот вот хотел получить внешне она шикарно вот что-то вот так я выбил я и мико и в итоге я на ней не играю она у меня сигной просто сигной причем забавно выбрали ее когда крутил опять-таки другое оружие но да ладно артефакты а нет кстати артефакты я кое-как ей что-то еще фармил но сил у меня на этот данж хватило буквально на и не знаю на неделю может быть и я опять его забросил опять ушел в эмблему созвездия нет таланты 298 но опять таки ну как бы мне просто впадло потому что я на ней не играю а вот если перейти к райден это моя любимка она жаждет и сигну она жаждет и консты хотя бы c2 в идеале c3 но одета она у меня очень сомнительно в плане критов потому что мне очень сложно получить на днях у нее было там 130 на что-то там 60 чем-то но я ее переодел думаю пусть будет так за счет этого я просто поднял в останову до 300 а до этого было 280 это самый переодеваемый персонаж на моем аккаунте ею переодевал очень много каждый раз когда что-то интересное падает все летит на нее абсолютно все love r5 формился прям очень быстро при выбивании райден но артефакты само собой full эмблема артефактом все вот как-то вот так ну не очень хорошие артефакты но к сожалению лучше мне не падает в созвездии нет таланты 7 10 10 но я ее просто обожаю два моих любимых персонажа это ху-тао райден и они меня закрывают абсолютно каждую бездну на хида также была выбита по приколу сейчас у него мастерства 1100 тут ничего интересного одета она также во что-то непонятное оружие мемуары персонаж который просто лежит выбита она была по сути для своего фотографирования чтобы было комфортно путешествовать по миру все да все люди себе выбивают на хиду чтобы наносить великолепный урон а я выбил ее для путешествий по миру как странника я очень странный на прошлом баннере ху-тао когда она была с елань я собственно выбил эту великолепную hydra женщину hydra маме и я не пожалел правда мне ее испортила моно сначала выпало моно потом уже елань вот так у меня собрана а елань ходит над без струнным r4 артефакты full эмблема без созвездий с талантами 110 10 и это просто великолепно ведь мне нужен hydra персонаж супер hydra персонаж это елань и сенсию и они мне нужны в две пачки и под ху-тао и под райден ну и само собой мне пришлось ее выпивать и я ни о чем не жалею моно недавно докачанный персонаж до 90 уровня прокачана ульта да и все просто в full инструктор и просто для того чтобы ставить рекорды она у меня для этого просто и прокачана была собственная эпос созвездие r1 причем уже очень-очень давно но на ней я не играю я имея мой первый баннерный персонаж легендарный герой сейчас она вот такая на ржавый r5 симонава full она забрала все то что было у меня на ху-тао да вот в таких артефактах у меня ходила ху-тао до этого созвездие 0 таланты 10 86 но это персонаж который закрыл мне весь начальный контент я очень ей благодарен очень комфортный персонаж и если вы только начинаете и в баннерах будет юимия крутите ее не пожалеете сахарозу мы с вами смотрели лайла до выпадения джун ли лайла была моим щитовиком под ху-тао и я очень ей благодарен просто великолепно это вот я сейчас недавно ей просто напялил потому что я на ней само собой уже не играю c6 11 12 просто великолепный персонаж если у вас нет джун ли и вам нужен щитовик лайла самый лучший выбор да говорите мне про диону не надо я я не послушаюсь лайла лучший щитовик после джун ли синсю это великолепный мальчик вот так у него по критам по восстанове ходит у меня в национал и либо с ху-тао там зависимости от моего настроения у него церемониальный р-5 артефакты само собой фулл эмблема созвездие c6 что самое дебильное я забрал шестую консту на праздники морских фонарей и во время бань раз ху-тао я выбил еще себе 10 синсю ну ну дурак а мог забрать яу-яу которую я тогда очень сильно хотел она только вышла но забрал синсю ну да ладно таланты вот так хотя надо бы ему будет короновать потом просто просто мне впадлу мне впадлу ходить книжки честно очень впадлу но этот мужчинам какой мужчина какой с него мужчина мальчик он великолепен он хорош беннет сейчас получу немножечко хейта возможно да он у меня собран он не собран как саппорт меч сокола недавно полученный на баннере с ху-тао на котором я собственно и проиграл хоме в первый раз фулл церемония абсолютно там кое-какая созвездие вот c6 да у меня c6 и идите все лесом я активировал c6 и давно пора активировать c6 активируйте c6 и если вы играете с пирогероями просто сделайте это ну и таланты само собой ульта коронованная этот персонаж с бездны не вылазит поэтому однозначно лайк сянлин мой первый персонаж так сказать нестандартный конечно же огневихрь конечно же вот это шашлычное это с короной гопа только 11 c6 выбитой еще очень давно и кстати это самый первый персонаж c6 у меня на аккаунте я не помню с кем она была тогда с альбе да и нилу либо с ними она была но там именно c6 ей получил это было очень давно артефакты full эмблема ходит она с плавником r5 да надо бы выбить выбить на райден сигну и тогда она получит улов и будет все намного лучше но по статам не очень у меня просто очень большая проблема что у меня собирается сразу четыре персонажа в эмблему это очень сложно главный герой на празднике этого бреда это чича это вообще самая первая легендарка на моем аккаунте это мой альбедо да это мой альбедо почему бы и нет да с плейтер 5 но без артефактов потому что само собой я на ней сейчас не играю потому что она мне неинтересно таланты вот такие а почему она мне неинтересно c4 c5 это мои хутао чича уйди пожалуйста ты мне надоело дальше мы уже идем по не очень интересным персонажем гора быстро c6 кое-как что-то там одет потому что потому что я не играю на гео пачки гг не качаный ничего на эль c6 джин c1 я о я о c3 барбара c6 диона c6 сара c3 фарузан c2 саю c6 дори c2 фишель c6 рейзер c3 я не фей c1 кэцин c0 и спасибо большое ты что ты c0 потому что не надо мне больше но делюк делюк собственно делюк c1 самый ненавистный персонаж покинь мой аккаунт я готов его продать делюка конкретно если бы это было возможно за одну копейку просто заберите его с моего аккаунта нингуан c6 линет c0 хейдзо c6 фремина c3 мико c3 розария c6 чунь юнь c1 кей c0 куки c2 бейдо c6 лиза c1 колей c6 тома c6 и эмбер c1 и все это персонажи на которых я не играю и не буду играть не буду потому что мне это неинтересно они мне не нужны потому что на этом аккаунте явно что еще можно посмотреть по аккаунту именно их карт много достаточно качаю дружбу с персонажами достижения 1033 остались самые сложные это ежедневные достижения и это печально это печально потому что их можно выполнять и год честно можно и нужно закончить это видео как-то интересно на позитивной ноте но я не знаю что еще сказать это мой аккаунт тут нет абсолютно ничего интересного это просто мои персонажи которых я нафармил себе за год если вам нравится геншин играйте в него и получайте удовольствие и неважно кого вы выбили себе на аккаунт неважно абсолютно и если вам нравится сайна крутите сайна если вам нравится венти крутите венти потому что все эти персонажи достойны внимания не слушайте никого никогда не крутите кого вам советуют кто-либо либо друзья либо ютуберы неважно кто просто крутите если они вам нужны я знаю абсолютно прекрасно понимаю что хутаут c6 по сути бесполезно за эти деньги можно было прекрасно выкрутить себе c6 райден либо вообще очень много разных персонажей и получить от этого возможно больше кайфа для кого-то однако я получил самый огромный кайф когда выкрутил хутаут c6 и помните вы играете в геншин 1 это ваш аккаунт никто не имеет доступа к нему и всем должно быть абсолютно все равно кто у вас есть на аккаунте и как вы что делаете ребятки любите свой аккаунт любите своих персонажей и не слушайте никого чтобы потом в дальнейшем не пожалеть а вообще могу сказать что это был прекрасный год игры в геншин и он не заканчивается он продолжается все только впереди еще круче персонажи впереди все впереди это был мой аккаунт я надеюсь вам понравился такой сумбурный обзор я достаточно не привык такое делать и сложновато было потому что речь у меня не поставлена я вообще не знаю как вы смотрите меня ведь у меня ужасные разговорные способности ну да ладно если вы смотрите и вам нравится я вам очень сильно благодарен также напоминаю залетайте в телеграм-канал по ссылке в описании там приятное общение уютная атмосфера а также не забывайте подписаться на канал спасибо за лайк коммент и подписку всем пока пока и удачи на просторах тэйвата